Программа Федерации профсоюзов России Данная программа была утверждена Вторым съездом Федерации профсоюзов России в Москве 15 мая 2008 года Почему эта программа очень важна и почему мы рассматриваем ее в рамках нашего учебного курса Хотя, казалось бы, в Красном университете на первом отделении мы изучаем основу марксизма Почему мы рассматриваем вот эту программу которая имеет, казалось бы, чисто прикладное значение Она была разработана Федерацией профсоюзов России То есть наиболее передовыми на тот момент наиболее боевыми профсоюзами которые были в Российской Федерации которые уже, так сказать, отметились успехами в борьбе за свои трудовые интересы отметились заключением прогрессивных коллективных договоров добились повышения заработной платы улучшения условий труда Соответственно, мы рассматриваем эту программу так, как она заключает в себе в концентрированном виде те требования трудящихся выполнение которых приведет к немедленному будем говорить так к немедленному улучшению их положения И реализовать их хотя и не в полной мере можно уже в рамках капиталистического общества То есть это та программа-минимум которую трудящиеся объединенные в коллективы могут и должны добиваться для того, чтобы создать предварительные условия для своего освобождения для освобождения труда для ликвидации наемного характера труда уничтожения эксплуатации человека человека Именно поэтому данная программа важна Она содержит ряд требований по основным направлениям жизни и труда касается и вопросов трудовых отношений и социальной политики охраны здоровья образования То есть носит такой достаточно всеобъемлющий характер и по сути дела содержит в себе готовые требования которые можно либо непосредственно включать коллективный договор разработанный работниками либо можно основываясь на этой программе вырабатывать те пункты коллективного договора которые в дальнейшем будут приняты и по которым будет осуществляться жизнь и работа предприятия Соответственно в данной программе есть требования ключевые эти требования прежде всего касаются повышения заработной платы Вы знаете и в этом курсе уже рассматривали что заработная плата в России значительно занижена по сравнению со стоимостью рабочей силы и повышение заработной платы до уровня ее стоимости является одним из ключевых моментов не только повышения благосостояния работников но и в целом повышение их статуса и обретениями возможности для дальнейшей борьбы потому что когда речь идет о выживании никакой речи о прогрессии о развитии быть не может в данном случае лозунг чем хуже тем лучше совершенно не работает вторым моментом который содержит программа Федерации профсоюзов России задачи коллективных действий является сокращение рабочего дня до 6 часов и рабочей недели до 36 часов без понижения заработной платы это требование является по сути дела начальным потому что вернее не 36 часов 30 часовой рабочей недели я уговорился является начальным потому что вы знаете при современном уровне производительности труда 6 часов рабочего времени это далеко не предел оно может быть снижено еще больше понятно что это дает дает это прежде всего увеличение свободного времени работников и это время которое будет потрачено работниками для своего развития и в том числе для развития профсоюзного движения для борьбы за свои трудовые интересы и также для борьбы в общем-то так сказать в перспективе для объединения реализации своего права на объединение и борьбу за освобождение труда программа достаточно хорошо разработана и пожалуй в ней нет таких пунктов которые можно было вот так взять и выкинуть или поспорить с ними как с незначительными и именно поэтому рабочая партия россия включила эту программу свою программу партии и если вы откроете программу рабочей партии россии вы увидите что там вот эта программа федерации профсоюзов россии задачи коллективных действий перенесена в точности занимает значительное место в этой программе соответственно поскольку она включена в партийную программу те пункты которые туда входят они являются руководством служат руководством для членов партии и те члены рабочей партии россии которые трудятся на промышленных предприятиях при разработке проектов коллективных договоров естественно ориентируются на те положения которые содержатся в этой программе я думаю что достаточно в общем-то такого вступления для того чтобы думаю что я достаточно убедительно изложил почему эта программа важна почему ее нужно изучать и не только изучать но и рассматривать ее как руководство к действию поскольку у нас сегодня семинар в рамках семинара было предложено ответить на один вопрос из представленных заданий а также ознакомиться с теми материалами которые размещены вместе с заданием я надеюсь что все сегодня подготовили сегодня даже не три вопроса нужно осветить а только по одному вопросу и пожалуйста если кто-то готов выступить по какому либо из вопросов прошу давайте начнем да пожалуйста выходите так расставляйтесь сегодня у нас традиционное семинарское занятие сколько у нас школа да мы выпускаем слушателей с дипломом пропагандистов как пропагандировать если не не излагать перед лицом товарищей хотя бы своих итак георгий студент значит я не по порядку с четвертого вопроса начнем суть вопроса заключается в том программа состоит из политических или экономических требований я отвечаю на этот вопрос что вот эта программа она включает в себя и политические и экономические требования хотя экономических по-моему намного больше чем политических политические требования они насколько я понял вынесены в отдельный блок последний последний блок пунктов там написано политические требования вот ну их ну в районе мне кажется 10 вот а до этого до этого блока с политическими требованиями идет по-моему только экономические требования а их там намного больше вот так вот я отвечаю на этот вопрос спасибо спасибо ну вы совершенно правы программа федерации профсоюзов России содержит задачи коллективных действий содержит ряд ряд разделов и то что касается политических требований непосредственно они изложены в этом разделе в политической сфере какие требования ну надо сказать что то что вы отнесли к чисто экономическим требованиям не все из тех требований которые есть являются в чистом виде экономическом потому что ряд требований при их реализации в общем-то да при особенно в том случае если эти требования будут реализованы не просто на уровне отдельного предприятия а на уровне государства например тоже сокращение рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы если это будет реализовано уже на законодательном уровне то соответственно в виде закона то это крупная политическая победа в общем-то будет крупной политической победы рабочего класса потому что по сути дела за 100 лет это будет первое значимое сокращение предыдущее сокращение как вы знаете произошло в 1917 году после победы Великой Октябрьской социалистической революции в дальнейшем несмотря на то что в первой половине 20 века до до Великой Отечественной войны происходило снижение рабочих часов времени рабочего времени но в годы войны по понятной причине от этого пришлось отказаться но к сожалению после войны в послевоенное время после того как прошло период интенсивного восстановления хозяйства к сожалению к этому вопросу уже не возвращались и по сути дела несмотря на то что все это время производительность труда росла вы знаете что и в годы Великой Отечественной войны она выросла значительно на оборонных предприятиях и росла в дальнейшем и в послевоенное время научно-технический прогресс вообще непрерывно приводит к тому что производительность труда растет но тем не менее рабочее время не сокращалось не сокращалось можно поспорить с следующим оратором на самом деле нет но вы можете выйти потом ответить на вопрос и поспорить вот таким образом давайте мы вот это с этим вопросом да немножко осветим значит в сокращение рабочего времени как вы знаете выдвигалось еще в первую русскую революцию да после победы Великой Октябрьской социалистической революции это стало уже законом да то есть советское государство закрепило это в законе но вот сейчас буржуазное государство естественно не торопится сокращать рабочее время к чему это приводит если растет производительность труда рабочее время не сокращается но время которое занято материальном производстве все равно уменьшается соответственно это приводит к тому что уменьшается количество занятых материальном производстве и растет количество людей которые заняты вне производственной сфере которые соответственно получают не только большую долю общественных благ но и большую долю свободного времени потому что у людей которые заняты вне материальной сферы свободного времени больше изначально и те кто глубоко интересует эти вопросы могут ознакомиться с монографией профессора Золотова сокращение рабочего времени как основа экономического развития где цифрами в руках доказано о том что свободное время в современном обществе распределяется неравномерно оно распределяется не в пользу рабочих то есть людей занятых непосредственно материальном производстве поэтому сокращение рабочего времени именно в материальной сфере в первую очередь будет способствовать в том числе и устранению этого социального неравенства то есть это определенный шаг к устранению классовых неравенств да понятно что пока существуют антагонистические классы это невозможно но здесь получается что рабочий класс подвергается дополнительной эксплуатации за счет того что он лишается той части свободного времени которую он производит для всего общества для все общества поэтому требование сокращения рабочего дня является не только требованием экономическим но и требованием политическим например такое требование как осуществление права профсоюзов на введение коллективных трудовых спорок и забастовок включая забастовки солидарности политические и общенациональные экономические забастовки мы знаем что забастовка по российскому законодательству является только экономической но здесь в этом пункте мы видим что содержится требование разрешения забастовок политических в том числе так вы хотели ответить на вопрос я подискутировать хотел давайте начнем с вопроса а потом подискутируем так или иначе вопросы которые заданы на семинар мы должны с вопросом меня зовут Иван с вопросом я конечно скалявил поэтому отвечать на него мне будет просто на него вы ответили с самого начала лекции я отвечал на последний вопрос понятно вот да понятно в какой партии программа включена эта программа я конечно процитировал народную правду где об этом было сказано но в принципе ответ очевиден и рассказывать о нем особо нечего а по поводу распределения политических экономических требований и политических требований мне кажется там достаточно много может даже половина к сожалению я без текста не распечатал хотя было такое желание настойчивое не сложилось Вот. Там экономические и политические требования, не только то, что называется политическим, к политическим можно отнести там большую часть на вскидку. Ну, то, что вы только что озвучивали требования разрешения политических забастовок – это тоже политическое требование. Политическое требование… Короче, все требования, которые, в принципе, не решить в рамках коллектива, не могут даже выставляться в рамках коллектива. Требования выхода из ВТО, требования весь блок межнациональных вопросов, весь блок вопросов равноправия женщин. В принципе, все это к экономическим относить сложно, это скорее политические. Так что политическим, наверное, там не только то, что так называется, а побольше. Собственно, эта программа несколько смущает, как раз с этим, непонятно, как профсоюзам бороться за политические требования. Ну, как бы, ну это уже не ответный вопрос, я уже вложу дискуссию с ТОНа, но если это программа профсоюзов, то профсоюзам выдвигать такие требования, устраиваем забастовку по поводу выхода из ВТО, как-то странно звучит. Пожалуйста, я готов на этом остановиться. Спасибо. Спасибо. Ну, вы совершенно правы, что задача профсоюзов – это организовывать борьбу работников на предприятиях. И в настоящее время, естественно, что профсоюзы, самое большее, что они могут сделать, это подготовить проект прогрессивного коллективного договора, вступить в переговоры с работодателем, довести эти переговоры до стадии коллективного трудового спора и в рамках разрешения коллективного трудового спора создать забастовочный комитет и объявить забастовку. Вот, собственно говоря, задача профсоюзов, то, что они могут, вообще, кто к чему они призваны. Потому что задача профсоюзов – это не… Можно, как себе, герцокрытый? Не столь бы собирать членские взносы, так сказать, не обеспечивать массовую какую-то программу, билеты со скидкой в театры и подарки к Новому году и к 8 марта. В общем, собственно говоря, исчерпывается деятельность профсоюзов на большинстве предприятий, наверное. Но самое главное, что они должны готовить проект коллективного договора, должны добиваться его принятия и в дальнейшем следить за тем, чтобы этот коллективный договор исполнялся. Это то, что касается жизни самого предприятия. А вот все остальное начинается уже за рамками, собственно говоря, предприятия. Понятно, что профсоюзы, профсоюзные организации в рамках одного предприятия решить вот эти большие политические задачи не могут. Задача состоит в том, чтобы на крупнейших предприятиях, на крупных предприятиях появились действующие рабочие профсоюзы, которые в состоянии возглавить борьбу трудового коллектива и самое главное, что довести коллективно-трудовой спор до состояния забастовки. То есть, забастовка может объявляться, может не объявляться. Однажды объявленная забастовка может быть приостановлена на неопределенный срок и возобновлена при условии уведомления работодателя о возобновлении забастовки. Таким образом, коллектив может фактически постоянно находиться в предзабастовочном состоянии. Причем оптимально, если это будет не один какой-то коллективный трудовой спор, а несколько споров, которые могут... Забастовки по поводу которых могут возобновляться, так сказать, по мере необходимости, для того, чтобы решать задачи коллектива. Ну, а забастовочные комитеты, соответственно, тоже в таком коллективе забастовочный комитет будет действовать на постоянной основе. И вот уже забастовочные комитеты, которые представляют действительно коллектив предприятия, причем не просто коллектив, а коллектив, который мобилизован, который в состоянии бороться за свои трудовые интересы, который не только в состоянии бороться, но и доказал на деле, что он может это делать. Представители этих забастовочных комитетов дальше объединяются между собой в городской совет забастовочных комитетов. Ну и, так сказать, здесь уже начинают открываться возможности для реализации политической части программы профсоюзов задачи коллективных действий. То есть политические задачи решаются не в рамках работы профсоюзной организации в пределах одного предприятия, решаются уже объединением усилий многих коллективов рабочих. Вот таким образом. Вы ответили на вопрос, который я хотел. Вот потому что провокационный был немножко. Ну, может быть, вы готовы дополнить? Ну, я так чуть-чуть дополню. Григорий, меня зовут. Значит, вопрос, собственно, заключается в том, каким образом трудовые коллективы могут добиваться решения этих задач, которые поставлены в программе. Вот. И я, может быть, сильно не дополню, я так чуть-чуть разверну, что все мы помним, что все явления, все вещи проходят стадии развития и развиваются не только от простого к сложному, но и от целого к целому. И коллектив рабочий, и классовое осознание, самосознание этого коллектива, соответственно, не является исключением. И точно так же, прежде чем браться за решение задач политических, необходимо пройти эти ступени развития и решать простые задачи. Ну, как, относительно простые, да, относительно политических, экономические, например. Даже не то, что там брать коллективный трудовой договор, а хотя бы борьбу за обеспечение в должном количестве и качестве средствами индивидуальной защиты, например, для строителей, там, или каких-нибудь еще видов работы. Затем уже переходить к трудовым коллективным договорам и пытаться формировать боевой этот коллектив, который умеет, знает, как правильно отстаивать свои права, как правильно забастовку организовать. Вот все то, о чем сейчас как раз было сказано. То есть вот эти все стадии, я от целого к целому хочу подчеркнуть именно вот эту часть. Нужно пройти обязательно. То есть коллектив на каждом своем этапе должен понимать, что он делает, для чего он делает и как он это делает. Все. Ну, мне кажется, что это уже не задача профсоюза. То есть члены профсоюзов объединились в Совет, то есть у нас появился Совет. Это задачи Совету, а вы ставите задачи профсоюзам, которые их решить не могут, не перейдя в другую стадию. Профсоюз – это этап, мимо которого нельзя пройти. Товарищ, ставим задачи не мы. Федерация профсоюзов России поставила… Мы к ним присоединялись, а партия к ним присоединилась, то есть она их ставила тоже для своих членов, почему не уйдет. Эти задачи были выработаны внутри, собственно говоря, профсоюзного движения, поэтому они не внесены откуда-то извне, они проистекают из того положения, в котором оказались работники после контрреволюции и реставрации капитализма в России. Поэтому другого пути у работников нет. Если не бороться за свои трудовые интересы, не бороться за политическое влияние, то отнимать будут все больше и больше, и, собственно говоря, это и происходит постоянно. Пока работники не объединены, пока они не в состоянии противостоять капиталу, положение не только рабочего класса, но и всей страны будет ухудшаться. И мы видим на примере последних событий, что капиталисты буржуазных, так сказать, класс не в состоянии адекватно руководить страной, и более того, всегда существует риск сговора верхушкой правящего класса, с мировым кегемоном, с крупными империалистическими хищниками, что грозит нашей стране большими проблемами. Поэтому вопрос реализации программы Федерации Красноярсовцев России – это вопрос не только трудовых интересов, трудовых прав, но и, по сути дела, вопрос выживания всей страны. Так, товарищи, кто еще готов выступить? Пожалуйста. Вижу ваше желание выступить. Меня зовут Сергей Попковичев. Нам могу сказать, что я готовился к тому же вопросу. В принципе, я прочитал все вопросы, ознакомился с программой. Не могу сказать, что я прям выучил наизусть, но прочитал, ознакомился. С большинством пунктов я согласен. Пара вызвала вопросы. Самое интересное – это третье. Единственное – я по поводу политических требований. Предыдущий оратор тут выступал. Сейчас полностью согласен. Единственное – это добавить, что эти политические требования, на мой взгляд, они являются продолжением экономических. То есть, это вытекает. То есть, как бы, тут есть такая связь. Единственное – что много добавить. Национальный вопрос. Является национальным вопросом. Ну, как он туда вытекает? Наталья женщин. Национальный вопрос. Мне кажется, больше к этике относится. Ну, там достаточно, вот видите, законом блога. Законодательный вопрос. У нас как-то другие национальности никаким образом не ущемляется. Нет такого нельзя. Ну, вот что касается национальных групп. Ну, которая, прямо как озаконит политические требования, или как-то так, я не знаю, здесь не помню. Примерно так. Так она прямо и есть. Там про оффшоры, про прогрессивное налогообложение. Это все вытекает из экономических требований. Прямым образом. Все. Ну, безусловно, что в области национальных отношений, конечно, экономика и политика также пересекаются. И если мы говорим, рассматриваем, допустим, пункт осуществления подлинного равноправия людей, независимо от национальности, то одним из лозунгов, который, скажем так, относится к экономическим, но который отражает вот этот пункт, является равная оплата за равный труд, например. То есть, когда оплата не зависит от того, является, так сказать, работник гражданином, или он приехал откуда-то, так сказать, есть, если зарплата, если существует дифференциация зарплат, ну, во-первых, это дискриминация первая, да, и здесь мы уже видим, борьба за равную оплату труда является борьбой, по сути дела, против национальной дискриминации. С одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что вот это вот занижение заработной платы для мигрантов служит также для того, чтобы занижать заработную плату для работников, так сказать, с той страны, в которой они живут. Потому что возникает нездоровая конкуренция, понятно, что более дешевая рабочая сила начинает вытеснять более дорогую. И это ведет к росту в том числе и национализма, и проявлений различных. Только у нас страна большая, иммигрантов достаточно много внутренних. И ростовские гастарбайтеры здесь на стройках работают, и с Башкирией точно так же завозят. В принципе, не нужны таджики. В России находят. Ну, не Башкирии, завозили. То есть я с ростовскими гастарбайтерами точно пересекался. Я, знаете, могу сказать, что что касается работников стран ближнего зарубежья, бывших советских республик, там ситуация такая, что они получают захвату близко к российским гражданам. Но дело в том, что они работают не сами по себе, они работают на этих структурах, которые, возможно, даже и величины не очень оформлены. То есть они платят каким-то своим там руководителям, там, главным, как их там. Агентство, как это же. Ну, агентство, может быть, какая-то клановая такая система. И они как бы живут немножко обособленно. Я работаю в строительном гипермаркете консультантом. Могу сказать, что у нас работает много, ну, не знаю, узбеки, допустим, узбеки. Но они живут очень обособленно, они не общаются, они живут в своей среде полностью, они ходят, у них даже нет больше, кто в каком зовут. Ну, как по разговорам, в принципе, они, в общем, своим положением более-менее недовольны, потому что они на те деньги, которые здесь накапливают домы, ну, чуть ли даже не дома строят. Один долги отдает, другие дома строят, потому что у них совершенно другие цены. Ну, это понятно, что если они зарабатывают деньги здесь, а тратят в основном в своих странах, то получается, что стоимость рабочей силы у них меньше, потому что стоимость жизненных средств, если, допустим, семья проживает на родине и там жизнь более дешевая, то, соответственно, стоимость их рабочей силы объективно меньше. Но здесь следующий момент. Вот понятно, что они, так сказать, они обособлены, они во многом это связано и с языковыми, языковым, ну, уже можно сказать, барьером, потому что после того, как русский язык перестали преподавать должным образом, в общем-то, многие из приезжающих работников, молодых, они не владеют в достаточной степени русским языком для того, чтобы самостоятельно общаться. И там из бригады может быть один там бригадир, который понимает полностью и может объясниться, а остальные так, на бытовом уровне в лучшем случае. Это первое. Второе. Ну, и самое главное, что для того, чтобы, как привлечь этих людей, да, если, допустим, большой коллектив, и там есть какая-то группа мигрантов, которую, как их привлечь к тому же к той же самой профсоюзной деятельности. Для этого должен быть профсоюз сильный, да, то есть нужно привлекать то, что может помочь. Если в коллективе основных работников профсоюз слабый, он не добивается для своих членов повышения заработной платы, и других, так сказать, благ, реализации безопасных условий труда, то, естественно, какой смысл к нему примыкать? Для того, чтобы создавать совместные профсоюзы или привлекать вот этих наемных работников, подтягивать к профсоюзной работе, и профсоюз должен быть привлекательным в этом плане. Если этого не будет, то, естественно, никакой такой интеграции речи быть не может. Ну, и в области национальных отношений мы видим также пункт развития международных связей с профсоюзами и рабочим движением других стран мира. Ну, это правильно, хотя понимаем, что в современных условиях, наверное, есть объективные сложности с этим. Во всяком случае, необходимо изучать опыт профсоюзного движения в других странах, применять этот опыт, если он успешный, ну, и, соответственно, опять же, международные связи возникают там, где есть чем поделиться. если, допустим, профсоюзы немецких работников или Греции, они имеют хороший навык забастовочной борьбы, то если российские профсоюзы на сегодняшний день такого навыка не имеют, поэтому нету, собственно говоря, субстрата для развития этих связей и для обмеднения. обмен опытом не может идти в одностороннем порядке. Так, товарищи, кто еще готов? А вот интересный вопрос, на него очень редко отвечают, на мой вопрос, кто-то готов сейчас ответить. Какие задачи изложенные в этой программе уже реализованы, то есть они потеряли свою актуальность в какой-то степени. Есть такие? Кто-то внимательно читал программу, может быть, он увидел какие-то пункты, которые уже реализованы. программу? Я могу сказать, сказать, я этого не сделал. но, тем не менее, это есть. Есть опыт докеров и авиодиспетчеров создания коллективных договоров, и по ним прорабатывались уже, то есть они уже прошли все необходимые. У авиодиспетчеров, допустим, вообще нет такого условия, чтобы они могли доставать, однако они сумели сорганизоваться и защитить, и продвинуть свой коллективный договор и выбить наилучшие, по крайней мере, при данных обстоятельствах, на высшие условия трудно для своей работы. А я, если честно, такую скидку не вспомню, чтобы я читал, и мне хоть что-то урезануло в глаза, потому что это уже не актуально. Все остальное? То есть ничего не реализовано, получается? Ну, в полной мере нет, в полной мере так, чтобы можно было этот пункт выкинуть, я чуть-чуть на скидку, как это сказать. И пока читал, такого не попадалось. Попадались пункты, которые… Которые, наоборот, как бы должны… Да, которые немножко уже проиграли с тех пор. То есть завоевание советского класса периода, когда пенсионную реформу у нас сделали, тем самым отодвинули под видом то, что у нас прогрессивное общество стало более передовым, более прогрессивным, так сказать, и увеличили на этом основании почему-то пенсионный опыт. Серьезная такая пора больше. Ну да, там забыли, то, что в третьем приложении РКР восстановление, там говорилось о развитии, там говорилось о том, что развилось, но там опять же тоже не было ничего такого, что… Говорилось, что вот этот пункт программы выполнен полностью. Там говорилось, что процесс идет здесь, процесс идет здесь, вот как бы тут что-то так-то, но… Я бы не сказал, что… Ну, смотрите, вот этот пункт, например, установка за бюджетные средства, прибор включат от дома. Ну, я считаю, его нет. Ну, он… Мне ставили, я не платил. Он… А прибор учет от дома. Ну… За какие? За… Какой-то закон приняли. У нас тоже поменяли счетчики. Можно сказать, это закон… Счетчики чего? Счетчики чего? Счетчики… Вот месяц назад. Угу. Прибор учета? Понял. Ну, счетчик воды… Счетчик воды… Счетчик газа, счетчик сами… Ну, во-первых… Ну, счетчик газа, насколько я понимаю, бесплатно не устанавливают. Счетчики… Да, у нас дом бесплатно, а в квартире платно. Ну, это частично, да, частично реализованы, а. Опять же… Многие, наверное, реализованы, опять же, на уровне не страны, а регионов… Так и счетчики воды, мой, мой, вы�у本当. Счетчики воды платные? Да, matured. Ну, скоро… Домовой или платная? Квартира? Да, да. Партира бесплатная? Вот это называется… Нетodar体, кстати… Социализмой отдельно взятый в квартиры. Хорошо. Товарищи, да. Ну, значит, поскольку это единичный опыт, пока мы не можем сказать, что этот пункт полностью реализован. Примечательно. Хорошо. А вот, например, такой пункт, как установление гарантии оплаты труда в денежной форме. Это прямо записано вообще-то в Российском Трудовом Кодексе. Да, мы помним, что было время, когда заработную плату работникам выдавали продукции в виде продукции. Калоши. Это было достаточно много. Кому калоши, а кому, например, в Сиасском, например, целлюлезно-бумажном кабинете выдавали туалетной бумагой. И люди, проезжающие по Мурманке, могли видеть людей, которые стоят, обвешенные туалетной бумагой и пытаются, так сказать, реализовать. К восьмому году, к моменту обращаться, этого уже не было. Ну, тем не менее. То есть, законодательно, ну, короче, к восьмому году этого точно уже не было. И, как бы, вопрос о том, как законодательно ополено или нет, может появился закон, я не отслеживал, что так делать совсем-совсем нельзя. Опять же, нет. То 90-е было, да? Да, конечно. Нет, ну вот развитие государственных программ строительства жилья. Ну, есть же какие-то программы. Как это вам подходит? Частичные. Ну, они есть, но нельзя сказать, что они развиваются. Да, социальное жилье до сих пор строится, очередь медленно движется, социальное жилье выделяется. Поэтому в этом плане-то есть, конечно. Ежемесячно работает комиссия в каждом районе, которая решает, кому выделить жилье. Это есть. Но это скорее, скажем так, родимые пятна социализма в российском капитализме. У меня два знакомых было, которые получили. Это один у меня знакомый, который в тюрьму вышел, ему комнату дали, а другой офицер штрафбата, генерал, он там 90 лет был, ему дали в квартиру. Это уже, ну, замуж, лет 10 назад. Ну, и сейчас это все продолжается, то есть... Ну, по-видимому, двое, больше не знали этого. Понятно. Понятно, что жилья-то устроится не так много, то есть это определенная доля, которую город выкупает у застройщиков и передает в качестве социального жилья. Задержка заработной платы. Да, совершенно верно. Осуществление права на приостановку работы в случае задержки заработной, невыплаты заработной платы. То есть это на законодательном уровне это реализовано. Так уже 124, да? Да, значит, статья соответствующая есть. То есть работники... Признание права состоялось. Право работников признано. Это тоже пункт из программы задачи коллективных действий. Примение в уплате зарплаты на нарушение правил охраны труда. Соответственно, дело заработника. То есть, к сожалению, еще до сих пор происходят такие случаи, когда даже не случаи ЧП, можно сказать, когда людям не выплачивают по несколько месяцев заработную плату и не продолжают почему-то трудиться. Тем не менее... Даже при предустройстве, когда были на Кировский завод, в Петростане, вот я устраивался, меня сразу предупредили, что зарплату ты не увидишь в течение полтора месяца. По какой причине? Две недели, там происходит как бы аванс, но ты его получишь только в следующем месяце. Получилось так. И... А потом получка. Вот я получку получу в ноябрьскую только в конце декабря. А аванс, это премия. Я получу вот в середине ноября. То есть... Ну, а потом дальше, в дальнейшем, конечно, я уже буду получать периодически. Ну, вообще, выплата заработной платы предусмотрена два раза в месяц. И то, что называется авансом, это вообще никакой не аванс. Аванс должен быть выплачен до начала работы. Да. Если вы отработали уже две недели, это просто заработная плата за отработанное вами время две недели. Поэтому не допустим. И если ты не допустим, то авансом тоже не будет. Даже если давно работаешь. Это и в советское время так называлось авансом. Да. Это работа. Конечно, это не никого. Это вы авансируете свой труд работодателю. Вы сначала работаете, потом получаете деньги. Ну, у нас так не так уж и много устраивались. Всего три-четыре человека, поэтому стали возмущаться. Нам сказали, что ждите четырнадцатого будет. Понятно. Понятно. Ну, эта ситуация как бы не стандартная, если бы вы работали уже, да, какое-то время там. Хотя тоже на самом деле это нарушение. Так, ну что, товарищи, давайте делаем перерыв и потом продолжим. Надо понимать, что в основном все-таки наши российские капиталисты получают свою прибыль не от развития, а от разрушения тех активов, тех производств, которые они получили даром. Да, в результате расхищения общей государственной собственности, общественной собственности, будем говорить так. Вот, собственно говоря, причина, по которой, ну, помимо того, что сам по себе капитализм является уже регрессивной, так сказать, реакционной стадией, да, развития общества. Но в России это все усугубляется тем, что российский капитализм возник в результате деградации социализма. Разрушение социализма, вернее, не деградация, а разрушение социализма. И собственники, которые возникли здесь, они не являются организаторами крупного производства, не являются потомками даже этих организаторов, собственно говоря. Они являются сами или потомками прихватизаторов, которые эту собственность получили. Дальше действия закономерно, то, что происходило с предприятиями. Поскольку произошло встраивание в мировую систему империализма, вот эти предприятия оказались совершенно не нужны в рамках мирового разделения труда, да, потому что есть центр финансовый мировой, который диктует, собственно говоря, где должны производиться товары, где должны производиться услуги, а где должны добываться просто полезные ископаемые. Поэтому то, что мы видим, разрушение предприятий, закрытие, дробление коллективов, сокращение работников, отсутствие приема на работу, это как раз следствие того процесса разрушения системы общественного производства и разрушения, собственно, самой материальной основы жизни общества. Оно продолжается, оно никуда не прекратилось. И рассчитывать на то, что в рамках капиталистической формации этот процесс будет остановлен и пойдет какое-то развитие, по крайней мере, в России, ожидать не приходится. Во всяком случае никаких предпосылок объективных для этого нет. Более того, мы видим, что любые попытки заявить о своем суверенитете, в том числе на политической арене или экономическом суверенитете, они достаточно жестоко подавляются и подавляются, в том числе, и силой, и оружием, как мы видим, со стороны империалистических стран Запада. Поэтому выход, так же, как и сто лет назад, выход только один. Пролетариат должен завоевать политическую власть, взять, так сказать, хозяйство в свои руки. Других вариантов, к сожалению, нет. Какие-то вопросы остались у нас неосвещенные, кто-то хочет еще выступить по теме сегодняшнего семинара. Я думаю, что некоторые вопросы, которые мы не затрагивали, например, где в России на постоянной основе проходит обсуждение хода реализации программы Федерации профсоюзов, задачи коллективных действий. Я думаю, что из задания понятно было, да, где это происходит. Это российский комитет рабочий, который два раза в год проходит в Нижнем Новгоре. Я на счет первого вопроса хотел... Да. Это вопрос про историю Федерации профсоюзов России. Я пытался найти в интернете какую-то информацию, историю создания, но первая ссылка это Федерация независимых профсоюзов России. И насколько я понял по даже Википедии, то, что там она поддерживает единую Россию, это не то. Это не то, да? Независим профсоюзов. Вы знаете, я даже... Я бы сейчас напрямую... Мне присутствовать в кавычки и поставить плюсик, потому что Яндекс менял на ФНРП. Ну, понятно. В кавычки присутствовать. Да, естественно, что сейчас это больше такое историческое значение имеет, потому что Федерация профсоюзов России вошла в конфедерацию труда России и, собственно говоря, в основе, основным локомотивом Федерации профсоюзов России был профсоюз авиадиспетчеров и привыкнувшие к нему некоторые другие профсоюзы. В свое время это были самые боевые активные профсоюзы. Сейчас, конечно, они переживают не лучшие времена, но, тем не менее, остаются до сих пор для нас примером профсоюзной борьбы. А то, что, да, история, так сказать, ну, в этом и заключалось задание найти, отыскать, почитать, знакомиться, потому что история тоже важна, она позволяет понять, почему сейчас мы находимся в таком положении. Вот таким образом. А вот интересный вопрос для обсуждения. Когда у нас есть еще университет рабочих корреспондентов, как вы знаете, он проходит по четвергам на Очаковской, Очаковская 17, по-моему, это 7, да, правильно, Очаковская 7, это ну, как сказать, не офис, штаб, если правильно говорить. Офис. Офис, да, офис. РКРП. Российская коммунистическая рабочая партия. РКРП. Там проходят тоже лекции. Эти лекции выкладываются в интернете и на этой площадке, в отличие от Красного университета, иногда завязываются довольно-таки активные политические дискуссии с представителями РКРП. Вот на одном из семинаров, посвященных программе Федерации Красной Союза задачи коллективных действий, я спросил товарища Маленцова, а теперь он председатель этого секретаря РКРП, ЦК РКРП, как вы оцениваете программу профсоюза задачи коллективных действий? На что он сказал, ну, это такая типичная мелкобружезная программа. Вот как вы считаете, программа это мелкобружезная или в большей степени пролетарская? Говорит так. То есть интересом каких слоев, какого класса отвечает от этой программы? Как вы думаете? Трудящийся это рабочий и мелкий буржуа. Нет, нет, рабочий. Ну, может, эта программа отвечает интересам рабочих. Другое дело, что, может быть, он имел в виду, что там нет политических требований большого в кае, ну, как бы они политические, но не это самое, они приходят к власти и так далее. Там нет дикатуры проектора. Там нету первого пункта вся власть Совета. Да, это же профсоюзная программа, мне не нужно такие требования предъявлять. Смотрите, дело, что это не профсоюзная, по требованиям, там, это не то, что еще от профсоюза. Можно сказать, что она мелкобуржуазная, обычная мелкобуржуазная это такой хороший манти-социализм, это, короче, за все хорошее. То есть эти выступления за все хорошее очень хорошо заходят в мелкобуржуазную среду и, наверное, по голове воспринимается это. То есть фразы за мир во всем мире или что-нибудь такое, они... есть такие вещи, которые не очень четкие, которые здесь фразы называл. Может быть, это несколько... фразы садится в развитие буржуазии, так сказать. Нет, не садится в развитие буржуазии, но на самом деле, ну... хорошо, разделите программу. Задачи профсоюза, то, чем может заниматься профсоюз, то, чем могут заниматься рабочие, и задачи глобальные. Там есть некоторые вещи, которые... как может профсоюз... То, что здесь, опять же, упоминалось... Жилье, обмен, жилья, ну, то есть, жилищные программы развития, ВТО и так далее. То есть, туда накидано много хорошего, причем, ну, такое, ну... Сейчас непонятно, как к этому хорошему идти, как это вообще, то есть, оно воспринимается немножко, как фраза, то есть, куча хороших вещей, вот, и такие программы, они обычно и есть мелкобуржуазные, то есть, они, в принципе, не против буржуазии, но, как бы, короче, рассчитаны на, ну, ПСРовские программы. Профсоюзная деятельность, она никогда, никогда не приводила к построению, там, какого-то другого строя, там, социалистического строя, она сама по себе, она, например, католизмой была, а католизмой она была. Лучше свое положение. Мне кажется, что это все-таки не мелкобуржуазная программа, потому что мелкобуржуазная программа обычно предполагает какие-то послабления для того самого мелкого бизнеса. Снижение налогов, там, по поводу политических... Снижение, можно я это говорю просто? Снижение каких-то там, вернее, уменьшение прав на увольнение работников, там, так говоря, что можно было легко менять наемных рабочих. Прочее и прочее. Ну, собственно, вот тот самый пресловутый мелкий бизнес, который так любит либералы продвигать, вот это для него. РБА против монополий. Здесь ничего правильного нет. Налоговая львота, для мелких... Здесь все-таки для именно рабочих религии предполагаются. Да. Понятно, может быть, не говорится ни о советах, ни о тех, наемных работах, но... Ну, вот насчет того, что говорится или нет, я бы поспорил, например, вот, последний раздел в политической сфере. Осуществление права отзыва депутатов на основе принципа выборов через трудовые коллективы, которые делают отзыв осуществлены практически. Ну, политическое требование, но это фактически, это требование, даже не требование, а это принцип реализации, принцип работы советов, да, и принцип, который лежит в основе диктатуры про литриат. Так что, если внимательно читать эту программу, то там не только фраза содержится, но и очень важные положения. И мы говорим о том, что ведь задача-то, понимаете, название программы, задачи коллективных действий. профсоюзов, там не сказано, что там коллективные действия профсоюзов, там, или, коллективные действия могут быть разные, как вы понимаете. Поэтому, эта программа достаточно широкая, и, конечно, и об этом, кстати, было, было понятно из задания, что какие-то пункты могут быть реализованы в результате борьбы на отдельном предприятии, в результате исключения прогрессивного коллективного договора. Но, в целом, конечно, эта программа может быть реализована только в одном варианте, да, при завоевании пролитератом политической власти. Но, путь к этому лежит через борьбу в своих трудовых коллективах. Вот, эту мысль я хотел донести сегодняшним нашим семинарам. Ну, и второй час у нас посвящается вопросам, ответам на вопросы и консультациям. Какие-то вопросы поступили? Дед, поступило что-то? Хорошо, пожалуйста. Вы говорили о том, что восьмичасовый рабочий день ведет свою историю с Советской России, да? Я говорил, что закрепелен был законодатель. Ну, просто, опять же, я ввел вот в интернете, где впервые был введен восьмичасовый рабочий день. Там, то Австралия пишут, то Новая Зеландия, то есть, ну, причем, там, ну, начало 20 века, прям, самое начало. Даже где-то пишут вот 19. Интересует же, не эксцессия, а мы говорим. Речь идет не о том, что это было введено на каких-то отдельных предприятиях. Речь идет о том, что, первое, это было введено на большинстве предприятий, второе, и самое главное, что восьмичасовой рабочий день был законодательно закреплен. А то, что, да, отдельные предприниматели, которые, скажем так, но тоже не из гуманистических соображений они вводили восьмичасовой рабочий день, просто посчитали, наиболее, скажем так, посчитали оптимальную продолжительность рабочего времени, при котором рабочий действительно может работать, вырабатывать и вырабатывать свою норму и при этом не уставать настолько, что возрастал процесс, процент брака. То есть, это было продиктовано утилитарным соображением. Но это характерно для достаточно сложного производства, где сложные станки, сложное оборудование, дорогостоящие детали, где поломка оборудования или запоротая деталь приводила к значительным убыткам. А там, где операции были несложные, где единица продукции стоила не очень дорого, там можно было продолжать увеличивать просто время, рабочее время. Это все. Это зависит от строения капитала. Правильно? Органического строения капитала. да. Что делает рабочим небольших предприятий, которые понимают, что их выступления против владельцев предприятия повлекут финансовые проблемы предприятия и, как следствие, его вопроса? На малых предприятиях вообще борьба, конечно, значительно сложнее, чем на крупных. Поэтому, естественно, программа, которую мы сегодня рассматриваем, она обращена прежде всего к работникам крупных предприятий. То, что касается малых предприятий, то там, на мой взгляд, значит, работа должна вестись не просто в направлении увеличения заработной платы, а в направлении оптимизации той же самой работы, да, то есть там, где работников мало, соответственно, понятно, что увеличить заработную плату просто за счет того, что изъять часть прибыли значительно не получится. Но потребовать улучшения, скажем так, организации рабочего процесса, улучшения логистики и так далее, то есть кто как нерабочий знают, какие слабые места на производстве есть, где можно улучшить, где можно снизить потери, за счет этого увеличить в целом производительность труда, и вот здесь уже требовать, собственно говоря, повышения заработной платы в соответствии с тем вкладом, который они внесли в увеличение прибыли своего предприятия. Почему словом демократия часто заменяют капитализм? Не знаю, кто заменяет словом демократия капитализм, демократия, как вы знаете, бывает разная, как минимум три формы демократии существуют, рабовладельческая, буржуазная, ну, феодальная демократия это очень спорно, феодальная демократия это все-таки олигархия, да, как минимум. Никакой особенной демократии не было, даже если мы возьмем новгородские вещи, то там никто попал на этом вещи присутствовал, а присутствовали там представители наиболее знатных и богатых родов, да, а вовсе не все подряд. Поэтому и естественно пролетарская демократия, поэтому это не синоним. Когда мы говорим о демократии, надо всегда добавлять, о какой демократии мы говорим. А Ленин писал о том, что если мы имеем в виду демократию вообще, то это будет демократия буржуазная. Нет какой-то абстрактной демократии, поэтому если вы по умолчанию говорите о демократии вообще, да, это будет речь о буржуазной демократии. Потому что демократия пролетарская, она устроена совершенно по-другому. Как у рабочей партии России идут дела с взаимодействием с товарищами из Германии, Франции, Англии, из Германии, с товарищами, с товарищами из этих стран. У нас есть, скажем так, единичные контакты с представителями других стран, но и рабочая партия России находится в становлении с одной стороны, да, то есть мы не являемся такой могучей силой, организующей рабочий класс с одной стороны, с другой стороны коммунистические партии в перечисленных странах, они тоже, в общем, пока не отмечены сильно победами. Как пробудить рабочих в классовой борьбе? Чем хуже будут условия, тем больше вероятность забастовок. Что может стать катализатором? Советы в России могут начаться с забастовок на крупных предприятиях? Советы естественно формируются как органы взаимодействия забастовочных комитетов прежде всего. И без забастовок никаких советов не будет. Что касается пробуждения классовой борьбы, то собственно сам капитализм и класс буржуазии толкает рабочих так сказать к этой классовой борьбе. Оказывая постоянное давление, усиливая эксплуатацию, ухудшая условия труда, классовая борьба пробуждается собственно говоря внутри коллективов, ее невозможно привести извне работой каких-то агитаторов и так далее. Наша задача это соединять научный социализм с рабочим движением. С одной стороны. С другой стороны коммунисты могут и должны работать в своих коллективах там, где они трудятся непосредственно вокруг себя, объединяя людей, которые готовы бороться за трудовые интересы и соответственно участвовать в том числе и в работе профсоюзов, создавать инициативные рабочие комитеты на своих предприятиях. То есть действовать нужно изнутри, изнутри рабочих коллективов. Где можно прочитать или послушать про различия гружатной советской демократии? Вообще целая лекция посвящена у профессора Казенова по типам и формам государства. Это так сказать минимум, который можно прочитать и послушать. А то, что касается именно советской демократии, то есть книга Попова и Казенова «Советы как форма власти». Вот эту книгу я рекомендую прочитать. Попадула. Да. Пожалуйста. Правильно ли я понимаю политических требований и забастовки такое соотношение политических и экономических, что можно подвигать, допустим, список требований во время запасновки. Часть неполитические, часть экономические. По закону, когда с коллективом будут общаться, эти политические требования могут быть сняты. Но если они будут повторяться в запасновках там, там, там и там, то это может заменить какой-то эффект. Работники везде выдвигают сокращение рабочего дня. Сокращение рабочего дня оно по форме экономическое требование, поэтому вы его можете выдвигать. Внесение входа с как-то трудовой агрессии. Значит, речь идет о том, что, во-первых, если на ряде предприятий будут работники добьются того, что рабочий день будет сокращен, соответственно, это требование может быть в виде законодательной инициативы, допустим, внесено через каких-то депутатов, но особенно, так сказать, на это пока рассчитывать не приходится. Задача это в том, чтобы фактически был сокращен рабочий день на предприятиях. И если где-то на каком-то предприятии эта задача будет реализована, это будет примером для других, покажет, так сказать, путь борьбы. А выдвигать в рамках забастовки выдвигать политические требования невозможно, потому что такая забастовка будет сразу признана незаконной, как минимум. Но в числе прочего? Ну, в числе прочего эти требования в рамках забастовки на отдельном предприятии не выдвигаются. Не странно звучать. Даже не странно звучать, они просто не по адресу, конечно. Надо понимать, что во время забастовки не сама забастовка выдвигает требования. Забастовка является средством разрешения коллективного трудового спора. Есть конкретные разногласия между работниками и работодателем. Значит, вот по поводу, допустим, минимального размера оплаты труда на предприятии или того же самого рабочего времени. Есть разногласия. Работники хотят, чтобы у них было 6 часов рабочий день, а работодатель с этим не согласен категорически. Вот это предмет для трудового спора. Собственно говоря, за вот это требование идет борьба на предприятия. А то, что касается требований политических, то они, естественно, уже могут выдвигаться со стороны объединений забоставочных комитетов, то есть Совета. С одной стороны. С другой стороны партии рабочего класса. Не надо забывать о том, что формой объединения трудящихся являются не только профсоюзы, не только забастовочные комитеты, но и партия. Без партии рабочего класса говорить о продвижении каких-то политических требований не приходится. Требования, которые не падают в зубно деятельности выносить? Вы не можете начинать коллективный трудовой спор по поводу политического требования. Задача состоит в том, чтобы на предприятии появился постоянный действующий забастовочный комитет и коллектив находился в предзабастовочном состоянии. Забастовка может быть объявлена по тому поводу, по которому ввелся коллективный трудовой спор. Это не имеет в данном случае значения. Хорошо, тогда в этой программе они присутствуют, эти требования и так они предприятия на перспективу. Эти требования касаются более высокого уровня объединения трудящихся, а именно советы и меньшей степени партии. Задачи коллективных действий. Коллективные действия предусматривают не только действия в рамках одного предприятия, не только одного коллектива, но и взаимодействия между коллективами. Для того, чтобы это взаимодействие было осуществимо, коллектив должен быть к этому готов. Также самая забастовка солидарности, например, формально не разрешена, то есть нет такого понятия как забастовки солидарности. Но если коллектив может забастовать на основании того коллективного трудового спора, который он ведет, как вы знаете, во время забастовки возможно использование различных форм агитации, за то, что по поводу предмета забастовки. Например, использование пикетов в том числе, использование плакатов и так далее. Разные формы наглядной агитации. Никто не мешает в ходе забастовки провести одиночный пикет бастующих работников в поддержку другого предприятия, которое тоже бастует. Как одна из форм. Вот пожалуйста, вот получается забастовка солидарности. Хотя формально это забастовка по тому поводу, который есть на данном конкретном предприятии. Да. А это не пикетка считается? Одинка, да. Одиночный пикет вообще разрешен? Ну, в любом случае. Так вот в рамках проведения забастовки пикетирование разрешено. Но одиночный пикет, если скажем так между пикетирующими достаточно расстояния, то это одиночная группа одиночных пикетов. Ну, в свое время суть времени баловала с этими одиночными пикетами. Правда понятно и так, что вряд ли стали разгонять. Цепь одиночных пикетов против вступления в ВТО была выстроена по всему Невского проспекта. Еще я как-то синий забег. Да. А вести, допустим, работу в желтых профсоюзных нового контакта вообще стоит ли смысл? если профсоюз этот действует на руку именно работа для тех. Ну, можно я вступить? Да, да, конечно. Это на комбинате НРУМК в Липецке есть у нас профсоюз, там действует профсоюз, у него есть газета, сегодня-завтра называется. Там, когда я там работал, периодически почитывал по газету и вот там было написано, что возникла необходимость сократить рабочий день. Но вопрос такой еще под заговоркой, что без сохранения заработной платы. и как на это реагировать в принципе это никто. Я вот задавал вопрос своим коллегам, в принципе с непониманием разом говорили. Хотя дворец, который построили в Липецке, дом профсоюзов огромный, где каждые полгода заседают, потом выписывают это все в газетах. это считается, просто вопрос какой, это считается ведь на руку работодателю сохранением, без сохранения заработного плата сокращения рабочего дня. Естественно, это связано с, ну как правило, это идет при снижении объемов производства. Когда объемы производства снижаются, значит, выводят часть работников в простой. Соответственно, те, кто следит за работой автопредприятий, вернее, автопроизводителей, то периодически у них бывают, особенно летом, там выводят три дня в неделю, допустим, выходят работники и так далее. Понятно, что это идет еще и сокращением заработной платы сопровождается. И продиктовано это, ну, скажем так, интересами, естественно, работодателя, а не работников. В интересах работников сокращается рабочий день, причем не просто один день, допустим, из недели выкинуть, как вот недавно предлагали, опять вернулись, вернее, к этому предложению, четырехдневной рабочей недели, сокращение именно в рамках рабочего дня. соответственно, с сохранением заработной платы. В этом случае почасовая плата увеличивается, соответственно, зарплата растет. Одно по-другому, немножко там печь новую построена, и она, вот то, что процесс, это, объемы увеличивались, увеличились, и в таком процессе уже такое количество людей, уже осталось. С повышением, да, повышение производительности труда. Вот это то, что происходит постоянно при капитализме, по мере роста производительности труда происходит уменьшение численности занятых материальным производством. То есть, людей вытесняют из материального производства нематериальную сферу. в данном случае здесь, видимо, пошли другим путем и решили просто сократить, сократить время, рабочее время. На самом деле, это, скажем так, работодатель обязан обеспечить вам занятость в рамках вашего трудового договора. Если у вас прописано, что вы там должны трудить столько-то времени за такие деньги, то есть, он не может сократить произвольно. Да, он должен обеспечить вас рабочим временем и заработной платы. Если, потому что, если выходит в простой, то простой по вине работодателя, он тоже оплачивается по среднему. Простой оплачивается, естественно. Значит, но в интересах работников использовать повышение производительности труда для сокращения рабочего времени без понижения заработной платы. И здесь, соответственно, если бы профсоюз действовал в интересах работников, надо было выходить со встречным предложением, что да, мы согласны сократить рабочее время, безусловно. Но не согласны с сокращением оплаты труда. Вот и все. Это было бы прогрессивным требованием. И, собственно говоря, такие вот действия должны носить наступательный характер, потому что рост производительности труда идет постоянно, а рабочее время не сокращается. Что касается желтых, так называемых, желтых профсоюзов, любой профсоюз может стать желтым, если работники не считают работа профсоюза своим делом личным. То есть профсоюзы это же не профорг, не профком, это сами работники. Если сами работники не готовы ничего делать, соответственно, верхушка профорганизации и будет действовать не в их интересах, а в интересах работодателя. Если они сами ничего не требуют, а ждут, что проседателя правкома или сам правком будет что-то, так сказать, добиваться за них, не будут ничего делать, потому что когда человек становится председателем правкома, особенно если он освобожденный, то у него сразу меняется положение производства, и интересы меняются, это неизмерно. работать нужно каким образом? Искать единомышленников, создавать инициативные комитеты, создавать рабочие секции внутри профсоюза, опять же, так сказать, перебывать единомышленник, разрабатывать свои предложения в колл-договор, пытаться их внести, тем самым, так сказать, расширяя сферу работников, которые вовлечены в этот процесс. И набирать, набрать по возможности набрать достаточно большая группа инициативных работников, переизбрать парфорга и дальше уже, так сказать, действовать. То есть провести рабочение профсоюза, его активизацию. Иногда это даже, может быть, в современных условиях, в большинстве случаев, если на предприятии есть действующий профсоюз, то лучше действовать в рамках действующего профсоюза, постепенно, так сказать, увеличивая свое влияние и пытаясь получить в нем большинство. Потому что создать профсоюз с нуля достаточно сложно, если есть уже большой действующий профсоюз, не только, технически это не сложно. Но здесь работодатель использует то, что два профсоюза, он, так сказать, сталкивается между собой и руководство, и членов профсоюза. И, соответственно, сложнее действовать, потому что всегда представляет работодатель, представляет действия нового профсоюза, как направленный на подрыв профсоюзной единства, на раскол коллектива и так далее. Когда вы действуете в рамках профсоюза, уже имеющегося на предприятии, вы действуете только в интересах работы, и здесь уже предъявить вам, так сказать, претензии, что вы раскалываете коллектив или раскалываете профсоюз достаточно сложно. Вы представляете там свою профячейку. Естественно, начинается с ближайшего какого-то окружения. Профячейка и дальше уже это успеете. Ну, эта борьба, она может увенчаться успехом, может не увенчаться успехом. Мы знаем, что без должной подготовки может быть поражение, но надо готовиться и пытаться завоевать большинство коллективов. Это непростая задача. Понятно, что работники сейчас разобещены и довольно пассивно относятся. Многие считают, что профсоюз, ну и заслуженно считают, что профсоюз на их предприятии ничего не делает. Но эта ситуация не изменится, извне ее изменить невозможно. Он так и будет продолжать, ничего не делать, если сами работники не включатся в эту профсоюзную работу. Второй вопрос. Да, пожалуйста. Стретили онлайн вопрос про состояние рабочего движения в других странах. В связи с этим вопрос от профсоюзов США. Кинематограф рисует, что это коррумпированные такие схемы, где олигархи пилят бюджеты и ничего в сторону улучшения положения рабочих не делается. Как вообще это так? Или как вообще спорцизм в США? Какое у них рабочее день? Сколько часов? в разных странах по-разному рабочий день. Если говорить в Соединенных Штатах Америки, то ее заслуженно называют трудовым лагерем с усиленным питанием. Поэтому там в разных слоях населения работает много. Трудовой отпуск минимальный и так все остальные. В общем, положение рабочих там скажем так во многом даже хуже чем рабочих в нашей стране. Во всяком случае в отношении времени отпусков это совершенно точно. То, что касается работы профсоюзов, ну понятно, что профсоюзная верхушка профсоюзов она всегда находится в зоне риска подкупа со стороны работодателя. И понятно, что профсоюзы используются в том числе и в конкурентной борьбе. Другое дело, что рисуются вот эти картины кинематографом тоже совершенно не случайно. Совершенно понятной целью для того, чтобы люди относились к профсоюзовому движению соответствующим образом. воспринимали это как такие полумафиозные организации, которые преследуют исключительно свои интересы и ничего не делают в отношениях. Но это далеко не так. И профсоюзы, в том числе и в Соединенных Штатах Америки проводят успешные забастовки. Поэтому то, что касается допустим европейских стран, там тоже мы видим примеры забастовок. Хотя успех этих забастовок в последние годы во многом снизился успешность этих забастовок. Потому что работодатель готов терпеть убытки, но не удовлетворять требования работников. Потому что в конечном итоге у работников все-таки меньше ресурсов, чем у работодателя. Особенно если учесть, что большинство крупных компаний, они международные, то есть они имеют капитал, приток капитала из других источников и могут выдержать в том числе давление работников своей страны. Поэтому есть сложности с забастовочным движением. мы знаем, что эффективный забастовок значительно снизилось после разрушения Советского Союза, потому что если раньше работодатели были вынуждены не работодатели, неправильно слово, режет слух, капиталисты, работовзятели, капиталисты были вынуждены уступать рабочим, которые могли показать, что вот пример, здесь люди живут совершенно под руку и мы тоже можем устроить вам светлое завтра, а теперь им не на что показывать, вот нету больше, СССР нету больше примера для трудящихся, поэтому конечно разрушение социалистической системы, разрушение Советского Союза нанесло значительный удар по рабочему движению во всем мире. Опять же восстановление советской власти послужит примером для всего остального человечества. Я думаю, что в итоге программа, как вы понимаете, программа задачи коллективных действий в полной мере может быть реализована только при восстановлении советской власти, и задача трудящихся стремиться к реализации этой высокой цели для того, чтобы осуществить свои интересы и сохранить страну и в конечном итоге жизнь вообще на земле. Благодарю за внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok